Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Здравствуйте, уважаемые любители томатов! В сегодняшнем выпуске, вы видите, уже сезон томата идет, идет, идет. Первые, вторые кисти уже убраны, здесь уже урожай третьих кистей, уже не все досталось мне здесь для показа. Откровенно говоря, прям хочется схватить уже и есть, потому что томатов много, сортов много, и все очень-очень вкусные. В этом выпуске я хочу остановиться на нескольких сортах томатов, которые меня впечатлили в сезоне 2020 года. Ну, у меня тут все ходы записаны. У нас было в этом году около 20 сортов томата, это только в одной единственной теплице, из которой вот этот урожай, на самом деле, испытывается их у нас довольно много, теплиц много, и личные, и неличные, и всякие. Сразу в начале выпуска скажу, что, в общем-то, ну, в основном, все томаты вкусные, хорошие. Почему я не делал этот обзор раньше? Потому что мне все-таки хотелось оценить какую-то общую продуктивность, чтобы не только вот внешний вид томатов как-то оценивать, да, и там вкусовые качества, но еще остановиться обязательно на продуктивности, чтобы этот фактор тоже учитывался. Поэтому мы, ну, находимся уже во второй половине периода сбора томатов, и я уже могу вполне адекватно судить о том, насколько продуктивны сорта, которые мы у себя испытывали и использовали в этом сезоне 2020 года. Все сорта более-менее нормальные. Сразу остановлюсь на плохом, на сорте, который мне абсолютно не понравился, это краса длинная коса. Это как раз тот сорт, у которого одно растение дало какие-то там фигульки томатики, а второе растение вообще не завязало плодов. Ну, то есть, вот от слова вообще не завязало и все. Поэтому этому сорту отставка. Больше я его использовать не буду. Но это я, я все время напоминаю о том, что сорта очень индивидуально ведут себя у различных хозяев, в различных теплицах, в различных климатах, при разном уходе. Поэтому с некоторой долей такого субъективизма я буду говорить о тех сортах, которые мне понравились. Ну, первый сорт, на котором я хочу остановиться, и который я вам, вероятно, показывал в разных роликах, посвященных томатам, но вот плод показать не могу, потому что съели, вот просто съели в самую первую очередь. Поскольку дегустация у нас была коллективная, и оценка тоже коллективная, между прочим, вместе с ребятами, которые занимаются в Республиканском центре экологии кривидения, в том числе занимаются селекцией томата, это очень интересно, в объединении генетика и селекция. Вот самый-самый такой интересный в этом сезоне у нас был томат, это мечта Алисы. Этот польский сорт, в принципе, известен очень широко. Это линейный сорт, с него можно самостоятельно собирать семена. Я просто те, кто его еще не знает, те, кто его не пробовал, я просто усиленно рекомендую, найдите семена, приобретите семена. А я, между прочим, получил семена от одной из наших подписчиц нашего канала, постоянной зрительнице, спасибо огромное, вообще всем спасибо, что здесь добрая половина сортов, которые прислали нам наши подписчики. И вот очень-очень хороший сорт оказался этот самый мечта Алисы. Вот до этого года я его не пробовал. Он для меня оказался совершеннейшим открытием. И был оценен, ну, большинством тех, кто его видел и пробовал. Следующий сорт, о котором я хочу сказать, который я не первый год испытываю и не первый год использую, это, конечно же, волшебная арфа, которую я все время хочу назвать волшебная флейта, как большой любитель оперы. Это томатик, черрик, желтенького цвета. И сорт этот очень надежный, очень такой продуктивный, ароматный, вкусный, желтого цвета томатик. Но единственное, что это, конечно же, сорт гибрид первого поколения. По этой причине говорят, что с него нельзя собирать семена. Но в этом году мы посадили несколько растений, собранных своими семенами из этого сорта и получили превосходный результат. Вы тоже могли его видеть в некоторых наших выпусках. Поэтому я рекомендую его не только потому, что у него хороший вкус, аромат, и он очень продуктивен и надежен по годам, а это очень важно, ведь условия года колеблятся. Но и потому, что все-таки собрать с него семена один раз можно. Вот это я вам точно гарантирую. Урожай у вас будет. Следующий сорт. Вот видите, у меня все записано, поэтому я сюда подсматриваю, чтобы ничего не пропустить. Сорта, о которых я хочу сказать. Следующий сорт – это сорт котя. Он тоже в прошлом году нами выращивался, нам очень понравился. И именно поэтому я его выращиваю в этом году тоже. Это очень вкусный, вот такой вот небольшого размера томат. Он очень ароматный, он очень красивый. Конечно, он прежде всего привлекает своей красотой. Это желтые длинненькие томаты с такими вот розовыми сполохами. Он очень продуктивен, он очень нагружен. Кисти идут густо, плотно, одна к одной. Завязываемость у него прекрасная, что говорит о том, что он достаточно устойчив и к повышенным температурам, и, может быть, к каким-то проблемам питания, отсутствия шмелей или своевременного потряхивания. Поэтому это тоже очень-очень рекомендуемый сорт. И сразу повторюсь, что я, вот честно вам скажу, не рекламирую никакую фирму абсолютно. Никто со мной не связывался, никто мне ничего не предлагал. И семена мне никто, кроме наших подписчиков, бесплатно не передавал. Так что никакой ангажирности у меня нет. Ну, у меня, конечно, были сорта и вот такие вот черные. Индиго роуз, один из наиболее распространенных, таких известных в мире сортов антоциановых. Но пока остановиться на ком-то, на каком-то сорте, который бы вот из этой группы я мог оценить, вот именно черных, по вкусовым качествам, по неприхотливости, по адаптивности, для меня это вещь принципиальная, потому что я занимаюсь адаптивной селекцией растений. Для меня это очень важно. Пока, то есть, что в любых условиях томат или там фасоль у меня, в частности, даст хороший урожай, хорошо адаптируется к изменению условий. Вот пока в этой группе вот таких антоциановых сортов, черных сортов, я пока назвать никого не могу. Относительно ангажированности сказал. Следующий сорт, конечно, который меня очень сильно поразил, у нас было несколько растений, очень вкусный. Это вот из крупных, это полосатый шоколад. Очень вкусный сорт, очень красивый, очень декоративный, очень ароматный и очень неприхотливый. К некоторым недостаткам этого сорта можно отнести склонность к растрескиванию, поэтому, когда вы его выращиваете, пожалуйста, следите за поливами. Это очень важно. Он может образовывать вот такие вот немножко нестандартные плоды, слишком крупные, и вот они как раз склонны к растрескиванию. Обычно это касается первых кистей, но у меня и на последующих такие получились первые плоды, ну, потому что все-таки было очень интенсивное кормление. Плоды уже более средние, более меньшего размера, да, более средние, более стандартные, уже не трескаются ни при каких обстоятельствах. Поэтому сорт рекомендую для широкого спектра условий. Следующий сорт, о котором хочу сказать, который могу показать только в зеленом виде, это сержант пеппер. Я его в каком-то из роликов обозначил как доктор пеппер, почему-то мне так понравилось, но это сержант пеппер. Съели уже тоже, просто съели и разобрали на семена. Это линейный сорт, с него можно собрать семена. Вкусный сорт, надежный, но единственное, что могу сказать, он действительно дает продуктивные только первые три кисти. Четвертая и пятая, вот сейчас, которые созревают, они, ну, с мелкими плодами. Вроде бы кормил всех одинаково, всем все давал, все было хорошо, но вот, вероятно, у него какая-то такая сортовая особенность. Первый год я его испытываю, обязательно оставлю на второй год, отказываться от него не буду, и обязательно с ним поработаю еще один раз, в обязательном порядке. Еще один сорт, о котором я хочу вам сказать, ну, вот, Биф Пинк, конечно, очень надежный сорт, достаточно ординарный, мясистый, салатный, вкусный, розовый, сладкий, достаточно адаптивный, не могу сказать, что количество плодов было больших, но он достаточно тяжелый, такой наполненный, поэтому общая продуктивность была хорошая. Ну, и, конечно, не могу обойти вниманием, сорт, который я не первый год выращиваю, это ординарные красные томаты, вот, ну, можно сказать, почти такие же, как вы можете найти в супермаркете. Вот такой вот томатик, вот он, с более характерной такой формой, это, она такая немножко более уплощенная, абсолютно красивые кисти, абсолютно выполненные кисти, очень ароматный, очень вкусный томат, очень надежный, пожалуй, из всей совокупности сортов, я его могу обозначить, именно, как наиболее адаптивный, адаптивный к болезням, адаптивный к холоду, адаптивный к жаре, адаптивный к засухе, вот, вся у него эта адаптивность, в принципе, была выявлена в опытах, просто при эмпирической оценке, выращивания томатов в теплице, это наш белорусский сорт, нашего белорусского не овощеводства, в котором, между прочим, очень сильная школа по выращиванию томата, это томат для теплиц, высокий томат, это томат бум, именно он был назван бум, тоже по той причине, что действительно, такое большое количество плодов на нем, оно, безусловно, не может привлекать, мы уже сделали несколько сборов с этого томата, и совершенно довольный, у него одно есть особенность, которая его отличает от легких томатов, вот, если вы хотите, чтобы томат полежал, это как раз для вас, он, с одной стороны, еще не имея вот этих генов промышленных томатов, которые снижают сладость, и снижают вкус, и снижают аромат, во имя легкости, он, в то же время, достаточно легкий, он и вкусный, и сладкий, и вот он плотненький, понимаете, вот он не раскисает, не трескается, а вот он хороший, плотный томат, и уже в самом конце, расскажу вам о томате, который меня действительно удивил, вот, на первый взгляд, кто-то может сказать, что это не томат, а это вообще перец, да, сладкий, но на самом деле, это томат, я в форумах всяких участвую, везде им показывают фотографии перцевидных томатов, но самый перцевидный, и у меня там несколько перцевидных есть, вот самый перцевидный, какой есть, а их тяжеленные, вот его же взял в руку, это же целый салат будет большой на семью, они тяжелые, увесистые, настоящие томаты, это томат, который называется Корнабель, честно скажу, не встречал его много в отзывах, не встречал о нем много информации, однако же, всем люто рекомендую посадить у себя этот томат, томат Корнабель, потому что он очень продуктивен, очень необычен вот этой своей формой, но вкусовые качества где-то на семь из десяти, тут надо быть объективным, но он до такой степени необычный, и до такой степени надежный, единственное, он требует, конечно, хорошего кормления, потому что сформировать такие томаты нелегко растению, видите, могут быть признаки легкого калийного голодания, чуть-чуть калием перестал кормить, в каждый полив этот калий добавлять, все, сразу начинается калийное голодание, здесь он очень прихотлив, но если вовремя это сделать, то здесь уже не будет ни плотной вот этой вот мякоти, которую иногда приходится отрезать, ни вот этих некрасивых, недозрелых пятен, во всем остальном томат, просто вот это действительно то, что меня в этом сезоне удивило, что ж, надеюсь, мой обзор будет полезен для вас, на этом я прощаюсь с вами, оставайтесь с нами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok